Это дом номер 21 в административно-деловом центре Шенкента. Планируется, что 50-квартирное монолитное здание будет сдано в эксплуатацию в начале сентября. Возводят его 120 человек. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Прораб подрядной организации Мухтар Олжасов буквально живет на объекте. Он контролирует каждый шаг своих подчиненных. Требования к качеству строительства сегодня предъявляются высокие. А потому недочеты, которые выявляют во время проверок, устраняются тут же, уверяет строитель. Отделочные работы, можно сказать, завершены на 70%. Это небольшое помещение – рабочий кабинет специалиста, хотя справедливо его было бы назвать настоящим штабом строительных действий. Ведь здесь планируется все – от работ, которые будут производиться, до материалов, которые необходимо завести. У нас есть три компании, осуществляющие технодзор. Проверяют квалификацию рабочих, качество стройматериалов и ход работы. На этой территории ведется и строительство школы на 1200 мест. Нурсатовцы с нетерпением ждут завершения строительства к началу нового учебного года. Вот только строители говорят, что новую школу сдадут согласно плану в декабре. В таком деле спешка ни к чему уверены они. Строительство мы начали в августе прошлого года. Освоили 167 миллионов тенге, которые были выделены. Так как это переходящий объект, его заканчиваем в этом году. В 2017 году было выделено более 970 миллионов тенге. Все работы идут по плану. А вот в микрорайоне Достык школа на 1200 мест будет завершена уже летом. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Отдельная бригада стелит полы. Строительство здания, возводимого на средства национального фонда, под особым контролем. К слову, контроль ведется как на областном, так и на республиканском уровне. Возможно, поэтому на объекте постоянно находится руководитель строительной компании. Глава ТО обещает сдать здание в эксплуатацию уже в июле. 21 июля будет приемная комиссия. Надеюсь, они примут работу. Материалы в основном использовали местные, но были и привозные. Ответственные лица не скрывают. В планы строителей в этом году вмешалась непогода. Но, несмотря на все невзгоды, все объекты будут сдаваться строго в установленные сроки. Потому и контроль за каждым этапом строительства усилен. С 1 января работу принимают 4 организации – заказчик, проектировщик, технадзор и генеральный подрядчик. Требования к ним предъявляются высокие. Сейчас в Шенкенте ведутся монтажные работы 29 жилых домов и 18 соцобъектов. В рамках госпрограммы «Норлежоу» в этом году будут сданы 11 жилых домов, 8 коммунальных и 5 домов в микрорайоне Туран. Строительство 8 из 13 школ будет завершено в этом году.